История про Альбинку в Тире. Правда. В нашем славном ООО работает со мной по части архитектуры моя коллега, замечательная девушка Альбина. И всё в ней прекрасно, и душа, и рост, и видное телосложение. Телосложением своим славилась она ещё в годы школы, в которой когда-то давно, в её юности, как она рассказала мне, и произошла с ней эта история. В тот день, о котором пойдёт речь, в расписании значился урок по начальной военной подготовке с пулевой стрельбой, и весь класс радостно отправился в школьный тир. Но как всегда и как назло, именно в этот день Альбинке выпала очередь дежурить под столовой. Тарелки там расставлять, стаканчики, судьба. Карма! Столы уже были накрыты, буфетчица уже закричала Альбинке, что срочно беги за всеми, и что всё стынет. Стояла зима. В тир можно было попасть только с улицы. И Альбинка, прерывився, вздохнув, застегнула наглухо цегейково в пол, негнущуюся шубу, завязала бантиком под подбородком кроличью шапку-ушанку, натянула свои сорок вторые валенки и стартовала. Даже в тот момент она делалась очень тщательно, так как иначе она просто не умела. Альбина с детства отличалась с особым исполнительностью и перфекционизмом. Надо заметить, что эвакуационный выход из тира, куда направлялась наша героиня, располагался очень удачно. А именно, посередине зала для стрельбы, сбоку. Чтобы проникнуть туда, достаточно было спуститься в подвал по лестнице, открыть железную дверь, подбитую войлоком, преодолеть порог, и ты оказывался на линии огня. Площадки перед дверью не было. В это время класс готовился к пулевой стрельбе и, лежа на топчинах, целился по мишеням. Альбинка торопилась и бежалась, что есть духу. В городе стоял один из тех ярких зимних дней, когда снег, с восторгом отражая солнце, сверкает под его лучами в переливах самых невероятных цветов и оттенков торжественно, как гимн солнцу и жизни. Альбинка невольно залюбовалась этим зрелищем. Снег переливался и сиял, как дуга сварочного аппарата. Глаза ее защипала, высочились слезы. Влезев из этого безудержного сияния в темный подвал, Альбинка, ослепнув на время и практически на ощупь, преодолела крутые подвальные ступени и, не снижая скорости, рванула на себя двертира. И с разлету, как всегда не вовремя зацепившись валенком о порог двери, начала свое стремительное и неотвратимое падение. Последнее, что она услышала, была отравистая командовая рука. Огонь! Грянул залп. Через долю секунды перед глазами стрелявших откуда-то сбоку из стены материализовалась рослая Альбинкина фигура и, повинуясь закону инерции и описав телом вокруг точки сцепления с порогом правильную энергичную дугу, рухнула на линию огня и затихла. Класс понял, что по всему кто-то сегодня отстрелялся на пятерку. Наступила полная тишина. Тонко, только тонко звенели после выстрела мишени. Медленно каменело лицо воинрука. В голове Альбинки было темно и пусто. Она лежала, придавленная тяжелой шубой, не в состоянии пошевелиться. Шуба спеленала ноги. Серая шапка-ушанка сползла на лицо. Ноги в валенках остались где-то высоко за порогом и лежали там отдельно. Так что владеть ими Альбинка не имела никакой возможности. Дышать и подавать звуки она тоже не могла, так как при падении с размаху ударилась грудью оп-пол, и дыхание ей сперло. Поэтому она продолжала лежать так, покорившись судьбе, безо всяких признаков жизни и надежды на будущее. Вся жизнь промелькнула перед глазами участника Великой Отечественной войны воинрука школы номер 8. Ученики отвели его под руку в учительскую, где он незамедлительно приступил к реабилитации. А в дверь Тира на неделе врезали глазок. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...